В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Судья Киевского районного суда Одессы собираются вырубить десятки деревьев на общественной территории для расширения своей ведомственной парковки. Уникальный памятник архитектуры в центре Одессы находится в упадке. На Куликовом поле обустраивают пункт обогрева для социально незащищенных слоев населения. По информации Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины за последние сутки в регионе зарегистрированы 357 новых случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Из них 156 одесситов, 201 у жителей районов области. По данным на 14 января на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 177 пациентов с COVID-19, из них 129 в тяжелом состоянии. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19. В Одессе продолжается уничтожение деревьев. Изувечен даже ботанический памятник природы местного значения. Речь идет о тополе, который более 200 лет находится на улице Торговой, 17. В 1983 году дерево было взято под охрану государством. 200-летний канадский тополь высотой более 40 метров и полтора метра во вхате был одной из одесских достопримечательностей, которые показывали туристам. Кроме почтенного возраста, с деревом связывают еще и несколько легенд, одна из которых гласит, что его посадил сам Александр Сергеевич Пушкин. Дерево так и называют – Пушкинский тополь. В ноябре прошлого года экскурсоводы забили тревогу, увидев, что от легендарного тополя остался только ствол и сложенные рядом дрова. Кронирование по собственной инициативе провела частная компания «Ренессанс», которая обслуживает дом. Тогда экоактивист Владислав Болинский заявил, что это не санитарная подрезка, а уничтожение дерева. По его словам, дерево-памятник погибнет примерно через три года. При этом за подобное повреждение предусматривается наказание. Тогда же Государственная экологическая инспекция в Одесской области передала в правоохранительные органы материалы для открытия уголовного производства по факту повреждения Пушкинского тополя. Однако сейчас речь не о том, что касается статуса расследования. К сожалению, уничтожение уникального дерева продолжается. Экоактивист Владислав Болинский в очередной раз обследовал то, что осталось от памятника природы и выявил надпило по всему кругу нижней части ствола, очевидно сделанное для удобства окончательного спила дерева. И появились они уже после открытия уголовного производства. По словам экоактивистов, КП «Горзделинтрест» тоже выявили эти повреждения и написали заявление в полицию. В свою очередь, организация «Зеленый лес» обещает не спустить это дело на тормозах и защитить уникальный тополь от уничтожения. Кроме того, по мнению Владислава Болинского, состояние дерева должно быть оценено только профильными специалистами. А на основании этой оценки разработан научно-технический проект по лечению и укреплению кроны Пушкинского тополя. «Зеленые насаждения» в Одессе уничтожают стражи закона. Десятки деревьев на общественной территории собираются вырубить судей Киевского районного суда. Служителям Фемиды нужно расширить парковку для машин своих сотрудников. Киевскому районному суду уже не хватает места, чтобы вырешить правосудие. В сентябре тут затеяли реконструкцию здания бывшего детского сада. Пространство во дворе между старыми флигелями полностью застроят. Вырубили пять взрослых и здоровых ореховых деревьев. Хотя вполне можно было сохранить двор и построить еще один этаж. Советская бетонная конструкция такое выдержит. На этом не остановились. Как установили одесские правозащитники из организации «Зеленый лист», судям и прочим сотрудникам стало тесно на старой парковке. Чтобы ставить машины, купленные за честно заработанные деньги, нужна территория. А поскольку слуги народа у нас стоят выше самого народа, им можно то, что простым смертным запрещено. К примеру, вырубить деревья между жилыми домами. Их уже пометили крестами и признали больными. Дружественная судебная власть и городская власть готова услужить. Было обстежено 60 деревьев, которые растут возле Киевского районного суда, по его заявке. В результате обстежения выявлено 23 дерева разных пород, которые находятся в незадовольном состоянии и подлагают выдалению. Правда ли, говорит чиновник мэрии? По мнению экологов, из 60 деревьев около здания суда, лишь несколько сухих, а никак не 23. Жители потеряют место для прогулок, где к тому же детская площадка. Документы на реконструкцию суда с расширением для строительства паркинга мэрия уже выдала. Жители обратились к депутатам городского совета. Реакции пока нет. Просьбы от имени самих деревьев у чиновников, мэрии и судей вызовут только смех. Мышления нашей власти устроены по-другому. Ценности и ценности у нее другие. В Одессе остается все меньше и меньше знаменитых зданий, памятников архитектуры в удовлетворительном состоянии. Вот и доходному дому Лерхи на Приморском бульваре не повезло. Городская власть делает вид, что не замечает его разрушения. Дом Лерхи – памятник архитектуры национального значения, расположенный на Приморском бульваре 5, в самом сердце Одессы. Построен в 1826 году по проекту архитектора Франца Бафо. Сейчас же дом находится в упадке, ему срочно нужна реставрация. Аварийное здание отделано лепниной в виде рельефных львиных голов, которым в любой момент грозит обрушение. Обшарпанная штукатурка, облезший фасад, разрушенная крыша. Выглядит это, мягко говоря, удручающе. Аварийное здание принадлежит частной фимии «Приморский бульвар 21». А в 2014 году проектная организация «Айм Групп» представила эскизный вариант будущей гостиницы «Отель Лерхи». Но из-за аварийного состояния здания проект остался проектом. По данным ряда одесских СМИ, собственник здания «Приморский бульвар 21» хотел продать это здание на сайтах недвижимости. Но покупателей за эти годы так и не нашлось. Здание пустует, продолжает разрушаться и медленно теряет свое былое величие. Несмотря на то, что дома есть собственник, городское управление по охране объектов культурного наследия в мае 2020 года решило за счет муниципального бюджета демонтировать опасную лепнину с фасада, так как во время плохой погоды элементы декора не раз падали горожанам под ноги. На сегодняшний день памятник архитектуры и сама компания «Приморский бульвар 21» по информации СМИ находятся в залоге у банкротившегося Финростбанка. К сожалению, некогда прекрасное здание стремительно теряет свою уникальность. И пока оно доживает свои последние дни, поспешите запомнить его былую красоту. Почти как в Венеции так могут охарактеризовать сложившуюся ситуацию в своем дворе жильцы дома 31Б по Люздорской дороге. А все потому, что из-за забитой ливневки в результате осадка вода затапливает проезжую часть дороги и попадает даже в парадную дома 31Б. К слову, здесь расположена щитовая, так и до беды недалеко. Кроме того, вода начинает подмывать дом и частично попадает в подвал. На протяжении многих лет данная проблема никем не решается, хотя уже даже было сделано заключение, что ливневка забита настолько, что непригодна к эксплуатации. Куда только не обращались жильцы дома, все тщетно. Городские службы игнорируют проблемы одесситов. Строительный бизнес и городская власть успешно сотрудничают в захвате земли и обмане одесситов. Если договориться с чиновниками, можно строить везде и все. Документы не имеют никакого значения. И протесты жителей тоже. На улице капитана Кузнецова запланировано построить жилой комплекс «Звездный». Рядом со сквером того же названия. В элитном доме будет свой закрытый двор, вся инфраструктура и парковка. По документам это называется реконструкция одноэтажного магазина без изменения параметров фундамента с целевым назначением под эксплуатацию и обслуживание нежилых зданий. Местные жители логично предполагают, что при строительстве высотного дома будет захвачена общественная территория. Неподалеку уже повесили и объявление продажи квартир. У нас не будет света в наших комнатах, не будет света. Каждый ребенок, каждый человек хочет иметь под солнцем свое. Хоть чуть-чуть, но солнце что-то. Почему мы даже без солнца? Кто их вообще разрешил эту стройку? 10 метров от дома. Мы подавали запрос на сайт 1535 и получили ответ, что здесь строится громадский центр с апартаментами. Ну, то есть не с квартирами, не жилой. Ну, насколько я понимаю, что не жилой. На сайте агентства Лун указано, что здесь строится 7-этажное здание с квартирами. Уже старт продаж такой есть. Четко внесена, какие будут квартиры, какая примерно квадратура и стоимость. Насколько я понимаю, если это громадский центр, то здесь должен быть громадский центр. Опять же, информации здесь никакой нет. Получается, городская власть лжет одесситам. Если квартиры открыто продают, чиновники об этом знают. Жители обратились в общественную организацию «Зеленый лист». Никто документы, опять же, не предоставил. Пообещали, тем не менее сказали, что паспорт объекта появится, документы и разрешение, в том числе на установку временного ограждения, план, соответственно, ограждение, благоустройство нарушения, благоустройство. И дальше, и дальше, и дальше, да, все документы, соответственно, появятся. Но, тем не менее, ровно через неделю. То есть прошло еще семь дней, и на восьмой день пришли. Паспорт объекта, что появится, потому что он был якобы зацеплен и почему-то повредился, что он уже может даже на следующий день появиться. Но паспорта объекта не появилось. Юрий Дьяченко вызвал полицию, и работы на какое-то время прекратили. 12 числа по инициативе общественника на площадку прибыла комиссия городского совета с представителями ГАСКО и Суворовской районной администрации. Но зафиксировать захват лишней площади чиновники не захотели. Отсутствие паспорта объекта внесли в акт только по требованию общественника. И сразу предупредили, у них нет полномочий для прохода на стройплощадку. Для этого нужно какое-то особое направление. После длительного ожидания появился представитель застройщика, долго рассматривал документы городских чиновников, но рассказать адеситам, что происходит за забором, не захотел. Как и говорили чиновники, на территорию их не пустили. Всем у нас правит бизнес, а народная власть, органы местного самоуправления существуют на бумаге. Возможно ли попасть на объект? А где же они будут вести канализацию, вот все вот эти... С целью хотя бы посмотреть, что там строится. Там производится работа, и все соответствует строительство. То есть на данном такте, в фондайке. Все у тебя там. Что? Есть понятие этажность, понимаете? Есть этажи, которые... Их высота этажа. Есть такое понятие этажа. Все происходящее объяснимо сразу и полностью. На фотографии, которую предоставил Юрий Дьяченко, застройщик Юрий Быковский с Геннадием Трухановым. Надо ли еще что-нибудь говорить? По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Одессе значительно похолодает. В связи с этим в городе начали обустраивать первые пункты обогрева для социально незащищенных слоев населения. Один из них установили на Куликовом поле при участии христианской миссии «Новая жизнь». Пункты обогрева обеспечат дровами и продуктами питания. Здесь будут установлены дополнительные урны для мусора, биотуалеты и организовано проведение мероприятий по дезинфекции. Дважды в день, утром и вечером, планируется подавать горячую пищу. Круглосуточно можно будет выпить чаю. При необходимости будет предоставлена первая медицинская помощь. На месте круглосуточно дежурит скорая помощь. В случае необходимости людей госпитализируют. В первую очередь пункты обогрева создали для помощи социально незащищенным слоям населения. Однако, все желающие. Палатка рассчитана на 150 человек. Будет работать круглосуточно. Волонтеры отметили, что зайти в помещение можно только в маске. Цель пункта обогрева не только согреть и накормить бездомных. Стратегическая задача, которую ставят перед собой волонтеры, помочь людям вернуться к нормальной жизни. Отметим, что среди волонтеров, обслуживающих этот пункт, много людей, которые в прошлом были бездомными. 13 января зима подарила Одессе первый снег. Но кому-то он создал проблемы, а кому-то позволил по-настоящему насладиться зимой и сезонными развлечениями. Многие одесситы решили попробовать свои силы в лепке снежных экспонатов, а именно снеговиков. Посмотрите, что из этого вышло. Большинство жителей города ограничились классическими снеговиками с носом морковка и руками из палочек. Многие снежные творения создали именно детишки, а родители с радостью сфотографировали их на память. Ну и, конечно же, не обошлось в Одессе без любителей креатива. Так маленькие копии снеговиков можно было заметить по всему городу. Вот такой маленький снеговичок с кофе-вафелькой. Одна из местных жительниц решила не напрягаться и слепить лежачего снеговика. А кто-то решил не заморачиваться выходом из дома и слепил снеговика прямо на балконе собственной квартиры. Снег в Одессе обычно долго не задерживается, а значит, нужно поскорее доставать санки и лепить снеговиков. И причем не только детишкам, но и их родителям. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя, своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей. 15 января в Одессе переменная облачность, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 1-2 градуса мороза. Редактор субтитров А.Семкин